Здравствуйте, друзья. Меня зовут Катерина Кельберг. Я дизайнер-филдмейкер из Петербурга. Я вам сегодня хотела рассказать про цвет. Это мое самое любимое. Я через цвет пришла к валянию. Я стала валять вот эти шарфы и одежды, и платья, потому что я смогла заниматься этим, как занимаюсь живописью. То есть в моих изделиях реализуется моя любовь к живописи и мое художественное образование. И я хотела поделиться какими-то такими основными моментами, важными в работе дизайнера и важными для любого человека, для любой женщины, которая составляет свой гардероб, составляет свой сегодняшний образ, как она выходит из дома, как мы подбираем одежду. И в этом действуют всегда одни и те же законы цветовые. Матисс писал, что процесс написания картины не менее логичен, чем процесс постройки здания. Для некоторых людей это открытие, что живопись, она так же логична, как математика. Да, безусловно, надо видеть. Кто-то рождается с талантом, видит цвет. Но все равно этому надо учиться. Ну и тем более тем, кто, если от природы не видит и не различает какие-то цветовые сочетания, то этому тоже нужно учиться, этому можно научиться. И вкратце, ну, все, конечно, всю эту базу знаний не уловить в наше маленькое занятие, я вам сейчас расскажу какие-то основные законы. Во-первых, еще расскажу про важность цвета, да, особенно в работе дизайнера. Трудами многих исследователей установлено, что цвет — это первое, что мы воспринимаем. То есть человек входит в помещение, и первое, что он замечает, первое, на что он реагирует, — это цвет. То есть вы входите в помещение, видите, что диван, например, желтый. И вы схватываете, вы запоминаете, что диван был желтый. Форма, фактура, объем, удобно ли вам было сидеть на этом диване, вы это можете либо не запомнить, либо это все равно будет вторичное. Первое, что вы схватите — это цвет. Абсолютно то же самое происходит, когда мы видим человека, одетого, скажем, в какой-то определенный цвет. Мы издалека видим цветовое пятно и уже составляем невольно о нем какое-то впечатление. И цвет — это определенная иллюзия, но она влияет на нашу психику. Это тоже доказанный научный факт, что хотим мы или нет, но определенные цветовые сочетания вызывают у нас определенные эмоции. И если искусство может быть абстрактным, художник может написать картину, которая будет действовать на вас, например, давяще или вызывать агрессию, может быть, даже ненависть. Он имеет право сделать, он так реализуется, он доносит до вас свои мысли, он хочет вызвать у вас эту эмоцию. Также писатель может написать какую-то книгу или режиссер поставит спектакль, который будет вызывать у вас, например, отрицательные эмоции или гнев, или какое-то возбуждение. Это именно форма искусства. Но такое прикладное искусство, как дизайн, оно обязано вот это учитывать и понимать, что если мы создадим интерьер давящий на человека, человек не сможет в нем жить. Он просто не будет жить в этом помещении, он уйдет. Если мы создадим одежду, которая будет вызывать какие-то отрицательные эмоции, у человека, который носит ее, или у тех, кто видит человека в этой одежде, ее никто не купит, она не будет продаваться, ее никто не будет носить. Это может быть замечательно, но оно не будет востребовано. И поэтому любой дизайнер должен знать работу с цветом и работать осознанно. Это обязательное правило. Если вы не дизайнер, если вы просто обычный человек, скажем, не совсем так сказал, необычный человек, ну, скажем, человек, который не занимается творчеством, в вашей жизни все равно есть творчество, да? Вы вот с утра встаете, одеваете, выбираете, там, я сегодня дену эту юбку, или вот эти сапоги, или, может быть, там, такой шарфик или шляпку. Вы же должны понимать, что вы хотите рассказать о себе этим образом, какой посыл донести. И вот это самое главное, что я рассказываю на всех своих занятиях, на всех своих мастер-классах, мастер-шоу, с кем бы я ни работала. Зачем вы одеваете эту вещь? Почему вы одеваетесь именно так? Теперь вернемся опять к цвету. Я уже говорила, что цвет — это определенная иллюзия. Почему? Потому что цвет — это способность поверхностей отражать свет. То есть эти вещи почему нам кажутся розовыми, малиновыми, там, зелеными? Потому что они обладают определенным свойством отражать свет таким образом, чтобы мы видели зеленый цвет. Если уходит свет, уходит свет. Вот отсюда поговорка «ночью все кошки серы». И краски меняются. Все очень зависит от освещения. Поэтому всем, кого я учу работать, всем дизайнерам, я рекомендую подбирать материалы обязательно при дневном свете. Я сама из Петербурга. У нас вот сейчас вот, мы сейчас пишем передачу в ноябре. У нас в ноябре света нет вообще. Хорошо, если у нас два часа, есть какое-то освещение дневное. Значит, за эти два часа с этого дня нужно подобрать все материалы, чтобы они совпадали по цвету. Чтобы это было гармонично. Потом мы работать можем вечером, там, при электрическом освещении. Но уже гармония, которую мы подобрали при дневном свете, она не будет нарушена. То же самое, собираясь на работу. Вы с утра собираетесь, там, рано утром встали, все метра, темно, при электрическом свете оделись, потом вышли днем. Цвет другой. Причем не все цвета меняются, но некоторые цвета от электрического освещения меняются кардинально по-другому. Еще важный момент, который я хотела уточнить. Цвет всегда воспринимается не только в зависимости от освещения, а еще в зависимости от отношения к другим цветам. Мы не можем рассматривать цвет отдельно, сам по себе, как баночку с краской. Мы воспринимаем цвет, поскольку это, я уже говорила, чисто психологическая способность человека воспринимать цвет. Так вот мы цвет воспринимаем относительно тех цветов, которые рядом с ним. И вот самое важное в работе с цветом — это цветовые сочетания. То есть вы не просто берете красный цвет, какой красный, относительно каких цветов, какие цвета будут стоять рядом с этим красным. Вот так и будете воспринимать этот цвет. То есть если вы поставите яркий цвет и более светлый, более блеклый, один выступит вперед, другой погасится. И вот именно на этих, отталкиваясь от этих цветовых сочетаний, подбирая полностью всю цветовую гамму в изделии, в костюме, неважно совершенно, в том, в чем сейчас выражается ваше творчество, вы должны обращать внимание на вот эти цветовые сочетания. Все вы знаете, что есть такая вещь, как цветовой круг, ей можно пользоваться. И цветовой круг рассказывает нам о том, что есть три основных цвета — желтый, красный и синий. Все остальные краски, все остальные цвета получаются путем смешивания, перекрещивания вот этих вот цветов. Мы можем выстроить, скажем, костюм на контрасте трех цветов, вот этих вот красного, синего и желтого. Это будет очень контрастное сочетание, с ним достаточно сложно работать, но это будет ярко. Опять-таки, если мы берем такой контраст, то мы должны желательно совмещать его с другим контрастом, например, с контрастом цветового насыщения. Один цвет у нас будет ярче, другой цвет бледнее. То есть вы берете, допустим, яркий красный, но к нему берете светлый желтый. Потому что если вы возьмете три цвета в яркой насыщенности, с этим можно работать, но достаточно сложно. И если это совместить в костюме, надо уже понимать, что человека за вот этим ярким образом, может быть, уже не видно. Будет вперед выступать костюм. Еще интересное сочетание, которое очень часто используется не только в одежде, а еще чаще в рекламе, это противоположные цвета. Вот мы смотрим на цветовой круг и видим те цвета, которые расположены по диагонали круга. По диагонали круга я неправильно сказала. Круга нет, диагонали по диаметру, да, на противоположной стороне круга. Соответственно, вот это противоположный цвет, да, то есть. И очень часто мы видим это в рекламе, да, например, мегафон, фиолетовый и зеленый, два противоположных цвета. Икея, синий и желтый, два противоположных цвета. Ну, самое распространенное сочетание красный и зеленый. Противоположные цвета, находясь рядом, усиливают влияние друг друга. То есть оба цвета начинают воздействовать очень активно на человека. Поэтому, если вы берете их в ярком выражении, то у вас должно быть одного цвета много, другого, ну, буквально совсем чуть-чуть. То есть, если это образ зеленое платье, и вы хотите добавить красного, возьмите красные туфли, там, красную сумочку, маленький красный ремешочек или даже красную помаду. Не надо брать еще много другого противоположного цвета, это будет уже слишком. Возьмите один цвет в ярком выражении, да, опять-таки другой светлее. Или не совсем противоположный вот этому зеленому, такой же противоположный ему чистый цвет красный, да, а может быть, немножко, например, бордовый или розовый, да. То есть яркий зеленый будет хорошо сочетаться вот там с таким розовым. Темно-зеленый, например, тоже будет хорошо сочетаться с каким-нибудь, может быть, вот таким малиновым. То есть мы немножечко один сочетаем еще контраст не только противоположных цветов, да, но контраст светлого и темного, да, контраст цветового насыщения, контраст яркости. Я подвожу к основной мысли про ударение, про цветовой акцент. Вы должны понимать, что на чем вы хотите сделать ударение в вашем костюме, чем вы хотите привлечь внимание. Да, если вы берете просто, например, один цвет зеленый, да, или очень растяжку зеленого цвета, но с маленьким цветом насыщением или с маленьким контрастом, это будет довольно скучно. Это будет скучный костюм, если вы так оденетесь в обычной жизни, да, это будет скучное изделие, если вы возьмете только такие цвета и будете сочетать их в изделии. Здесь важно сделать на чем-то ударение акцент. Когда мы слушаем оркестр, который играет, да, там играют все инструменты, потом вдруг соло выступает один инструмент, и мы там заслушиваемся, боже мой, как красиво играет скрипка. Потом снова играет весь оркестр. То же самое, те же самые законы абсолютно работают в живописи. Мы должны понимать, что вот это у нас будет на вторых ролях, а вот на этом мы сделаем ударение. цветовое, да, если это костюм, это может быть поясок, это может быть аксессуар, это может быть одежда, например, красная рубашка, а все остальное, весь остальной костюм там в серо-голубых тонах. То же самое в изделии, когда мы валяем, рисуем, неважно. Мы подобрали все цвета, может быть, более-менее похожие, и каким-то одним цветом, ну или максимум двумя, но один все равно должен выступать на главную роль, а второй должен быть на второй роли. И это должно читаться, человек, который видит это изделие, он должен это понимать, что мы хотим донести эту мысль. На второй роли выступает другой цвет, например. Или один какой-то акцент, он может быть яркий, он должен отличаться от основной массы, чем? Он может не яркостью отличаться, он может отличаться, например, световым насыщением. То есть у вас все в темных тонах, а акцент вы делаете на каком-то светлом тоне. Он может отличаться цветовым насыщением. Или просто самим цветом, вот то, о чем я говорила, взятым с противоположного круга. То есть вы все выдержали, например, в сине-бирюзовых тонах, и вдруг у вас где-то акцент вот такого рыжего-теракотового цвета. Это интересно, это ярко, это привлекает внимание, это задерживает взгляд прохожего. И вот, опять-таки, вернусь к мыслю, что этим очень часто пользуется реклама, но не всегда профессионально пользуются люди, которые создают одежду. А хотелось бы, чтобы они этот момент тоже учитывали. И к вопросу про шарфы. Я же обещала рассказать вам про шарфы. Шарф — это мой самый любимый предмет в гардеробе, я могу говорить про него бесконечно. Очень люблю носить шарфы, я их ношу с юности. И люблю, когда женщина умеет, или мужчина даже, кстати, совершенно это не важно, мужчины, многие умеют носить шарфы лучше, чем женщины. И вот я люблю, когда люди умеют носить шарф. Шарф — предмет наименее сейчас утилитарный, на самом деле. Мы одеваем шарф, спасаясь от холода, ну вот зимой на лыжах едем, вот мы там шарф замотали. А когда мы в городской жизни одеваем шарф, мы его чаще всего одеваем для создания образа. То есть это могут быть летние шарфы, шелковые шарфы, это могут быть палантины. Да, безусловно, они служат нам для тепла, для комфорта, но в первую очередь они служат для создания образа. И опять-таки, создавая образ, мы должны понимать, а зачем мы включаем этот шарф в образ, какую он нагрузку несет. Я иногда слышала такое выражение, если образ не удался, добавьте шарфик. Совершенно с этим не согласна, если образ не удался, ничего не спасет, тем более не нужно ничего добавлять, лучше отнять что-нибудь из этого образа, если уже все равно ничего не получается. Ни одна вещь в вашем образе не должна быть лишней. Вы должны понимать, зачем вы одели часы с бирюзовым браслетом, чем вы поддержали. Например, вы, может, вы поддержали бирюзовыми шнурками этот браслет. Или у вас сережки с яркими зелеными камнями, и они перекликаются с зеленой юбкой или с шарфом. Ни одна вещь не должна быть случайной, вы должны подумать, зачем вы это надели. И то же самое шарф. Шарф, кстати, замечательная вещь, он места в шкафу занимает очень мало, их можно иметь много шарфиков. И всегда заканчивать образ, добавив какой-нибудь шарф и добавив вот эту изюминку. А какая я сегодня? Я сегодня романтичная особа? Или я сегодня женщина вам? Или я сегодня деловая женщина? К какому настроению вы ходите из дома? Об этом может сообщить ваш шарфик. Меня на занятиях часто спрашивают, расскажите, как завязывать шарфик. У нас сейчас очень много в сети мастер-классов о том, как завязывать шарфик. Мы их любим смотреть. Но на самом деле, я сейчас скажу такую вещь, что это совершенно не важно, как завязывать шарфик. Это не пионерский галстук. Важно, как вы его вписали в свой образ. Как вы его завязали, чем небрежнее вы его накинули на плечи, тем интереснее. Это касается любых шарфов, не только таких больших, как мои. Это касается даже маленьких шелковых шарфов, которые можно завязать любым бантиком абсолютно. Но вы должны посмотреть по цвету, подходит он вам. И если подходит, то что вы несете, какой посыл. Накинуть, ну вот у меня большие шарфы, и с ними вообще просто. Вот этого достаточно. Достаточно такой романтичный, нарядный образ. Так можно пойти, я так скажу, в театр. И я так хожу летом, надеваю такой шарф просто на майку. И опять-таки такой шарф большой и достаточно интересный по цвету. Это акцент в моем костюме. Но этот шарф, он сам по себе достаточно большой, он активный по цвету. И это акцент в моем костюме. Соответственно, у меня одежда должна быть более простая, более скромная. Потому что весь, все внимание привлекает к себе шарф. Еще такой момент, сразу я скажу, пока я вспомнила. Меня тоже часто спрашивают, вы валяете шарфы, а вы не хотите к шарфу свалять сумку в комплект? Или шляпку? И я всегда прошу валяльчиков, ну, спасибо вас больше, сочетать в одном костюме валяное платье, валяную сумку, валяную брошку и валяный шарф. Ну, тогда еще только валенки одеть, и это будет уже, вы произойдете фурор. Ну, не стоит. Если войлок, любая валяная фактура, поверхность, тут у меня здесь почти нет самого войлока, да, здесь шелк. В основном у меня шарфы из шелка состоят, тут они, шерсти там очень мало. Но это все равно очень активная поверхность, она привлекает на себя внимание. Подберите к этому что-то простое по фактуре, например, там гладкую кожу. Даже замша, она уже будет лишней, даже бархат, он будет уже лишним. Он будет отвлекать на себя внимание. Просто какой-то простой цвет кожи, и вы будете выглядеть шикарно. А, скажем, валяное платье вы оденете даже пусть шарфиком, но шарфиком, например, тканевым, может быть, там более скромным. Не нужно все пытаться сразу, все, что у вас есть хорошее в гардеробе, все одеть на себя. И вернусь к тому, как накидывать шарф. Вот такой вариант. Для меня это круглый год, я так хожу, зимой я так на пальто накидываю. Опять-таки, я в театре могу так просто поверх платья накинуть, летом просто поверх маечки, и так можно ходить. Когда холодно. Шарф надеваем вот так вот. Ну, естественно, сверху будет какая-то верхняя одежда, ну а шарф, он и цвет нам показывает свой красивый, да, и защищает, естественно, от холода, от ветра. Если мы говорим про образ, можем посмотреть, как шарф меняет образ моего достаточно скромного, сдержанного костюма. Вот, например, вот этот шарф. Он романтичный, весенний, он называется весна, легкий. Он и образ такой же делает. Нежный, может быть, даже легкомысленный. Немножко возвышает, немножко хочется пойти на свидание в таком шарфе. Освежает, освежает, как нас освежает весна. Если мы возьмем шарф, вот у меня тут более темный розовый использован, ну, в принципе, та же гамма, но он с черным. Он может быть вечерним вариантом, может быть деловым, потому что он достаточно сдержанный. Вот она. Если я хочу выглядеть ярко, я хочу привлечь внимание, я могу взять яркий шарф. В данном случае это шарф, и это достаточно яркий. Но вы можете вместо шарфа взять такого цвета сумочку, и это уже будет достаточно яркий акцент. Но шарф этот, это просто цветовой взрыв. Делалось не понимать, что вы в этом шарфе привлечете внимание. Вы будете ярко, и вас заметят. Но, конечно, не стоит вот так приходить на собеседование. Вас, скорее всего, не возьмут, потому что подумают, что вы все-таки не очень серьезный человек. Но, опять-таки, смотря на какую работу вы идете. Ну, потому что это немножко цвета такие в Южной Африке. Шарф называется цветок джунглей. То есть это цвета джунглей. В отпуске он будет смотреться отлично, например. Или на какой-то выход, где вам надо быть яркой. Естественно, надо помнить, что такие яркие краски, они просто обязывают сделать более яркий макияж. Многие люди говорят, я боюсь носить яркое. Ну, надо просто уметь носить яркий цвет. К этому шарфу нужно будет подкрасить, возможно, брови, глаза, губы. Ну, в зависимости от вашего типа красоты. Он просто потребует от вас более продуманного, более точного образа. То есть не стоит его накидывать с утра, только проснувшись, когда вы бежите на работу еще и без макияжа. И, может быть, даже до конца еще и не успели причесаться. А если взять, например, шарфик достаточно сдержанной гамме, вот этот петербургский шарф, я его назвала Невский, это вот наше лето, наша осень, наша весна и наша зима. Он сделан, вы видите, в одной фактически выдержанной цветовой гамме. Почти можно вспомнить на примере этого шарфа про цветовой круг, про соседние сочетания. То есть если вы берете цвета близкие, да, из одной, например, четверти, вы можете просто работать с цветовой растяжкой от и до, но желательно один цвет брать более светлым, то есть тогда у вас должен быть контраст светлого и темного желательно. Может быть еще контраст теплого и холодного в том же зеленом, в той же растяжке зеленого, да, вы можете взять холодный зеленый, теплый зеленый, например. Но с этим уже надо более осторожно работать. И все равно должны быть акценты. Здесь у меня акценты стоят на вот этом светлом цвете, может быть он на видео будет белый шерсть, но вот это не белая шерсть, это светло-серый цвет. Но это акцент на фоне всего остального. Возвращаясь к образу. Вот такой шарф, он не требует от вас яркого макияжа. И он может даже не быть акцентом в костюме, он может вам позволить сделать другой акцент. То есть, например, вы можете одеть что-то красное даже. У меня сейчас нету красной блузки, но предположим, даже вот такого яркого красного цвета. И к этому шарфу это будет хорошо. Но в данном случае у вас акцент будет на красную блузочку, красную кофточку. А сам шарф, он просто дополнит основной образ. Он не будет акцентом, но он не будет лишним. Он будет полноправным членом вашего гардероба. И на примере вот этих же шарфов, но немножечко не на себе, я хочу сказать еще важную вещь. Я пришла к этому выводу сама, общаясь с покупателями, которые у меня приобретали шарфы, что шарф нужно подбирать к цвету кожи. В первую очередь. Потому что шарф это то, что у вас ближе всего располагается к лицу. И он будет подходить больше там не к цвету волос, а именно к цвету кожи лица. Если вы в магазине покупаете шарф, или вот как в моей технике я шелк покупаю, значит надо просто подойти с шелком к зеркалу и приложить шелк к лицу. Часто люди заказывают в интернете один шарф. Если эта покупка происходит в Петербурге, я приезжаю на встречу, беру с собой еще несколько шарфов, и человек покупает не тот шарф, который он заказал. То есть или он покупает два, тот, который заказал, и еще другой. Или он покупает вообще другой шарф. Почему? Потому что он начинает мерить, и он понимает, что ему к лицу больше подходит другой шарф. Вот, например, вот этот шарф, он кажется не ярко-голубым, многие его называют серым. Ну, относительно вот этого, где голубой цвет все-таки достаточно насыщенный, ярко выраженный, этот шарфик на фоне него кажется серым. Но они оба подчеркивают цвет глаз. То есть если его одевает девушка с серыми глазами, у него они становятся голубыми. И даже вот девушка Мерила, которая сказала, что у нее зеленые глаза, они, видимо, светло-зеленые, так вот на фоне этого шарфа они стали совершенно как два голубых озера. То есть вы шарфом можете подчеркнуть, например, свои глаза. Предположим, у вас красноватая кожа. Да, или розоватая. Тогда не стоит одевать розовый шарфик, даже если он вам очень нравится, и он очень вам к лицу, но он все-таки может подчеркнуть розовый цвет лица. можно взять что-то холодное. Вот это не просто синие оттенки, это холодные оттенки синего, цвета морской волны. Они сделают лицо не красным, они уберут это все. То есть мы с помощью, вот опять-таки, цвета можем сделать себя еще лучше, еще красивее. И два слова заключения про шарфы. Про размер. Размер шарфа имеет значение. Например, женщины, ну худеньким женщинам, понятно, они могут одеть большой шарфик, могут одеть маленький шарфик. Тут главное смотреть, вот скажем, такой длинный палантин, может быть, не стоит одевать худенькой женщине с небольшим ростом, потому что она так-то ее уже может быть очень, ее может быть в этом шарфе незаметно. Да, то есть шарф просто съест хозяйку. А если вы, скажем, худенькая, но со средним ростом, тогда, безусловно, вы можете одеть другой, любой шарф. Но если вы обладательница большой, красивой груди и пышных форм, не стоит одевать маленькие шарфики. Получается диссонанс. Вот женщина с пышной грудью повязывает вот здесь маленький шарфик, бантик, и она вот этим маленьким шарфиком только делает свои объемы еще больше и подчеркивает их в невыгодном цвете. То есть тогда лучше подобрать шарф относительно своего объема. И меня тоже спросили на творческой встрече, мне задали вопрос, а можно ли носить ваши шарфы крупным, полным женщинам? Я говорю, нужно. У меня много таких клиенток, именно либо полных, либо просто женщина с большой грудью. Потому что тогда она одевает этот шарф, вот покажу вам на примере еще такого шарфа, который я не показывала, но он большой, и он подчеркивает ее статность. То есть не полноту, не какой-то излишний объем, а статность. Вот предположим, здесь еще есть большая грудь. И вот на большой груди это будет смотреться красиво, шикарно и достойно. Поэтому кроме цвета еще старайтесь подобрать вещи, которые вы носите, соответственно, своей форме. Я считаю, что некрасивой женщины не бывает. Бывают женщины, которые не умеют правильно преподнести себя, свой образ. И в заключение я отвечу на вопросы, которые мне часто задают, как же я эти шарфы делаю. Вот на примере вот этого шарфа, я думаю, что вам будет видно, что он составлен из разных кусочков шелка. Это не нунофелтинг, это другая техника, она называется шелковая мозаика. Я в ней работаю в основном и мастер-шоу провожу по этой технике. Я делаю такие шарфы, делаю такие же платья. И в этой же технике можно сделать и одежду. Шелк нарезается кусочками. Эти кусочки собираются с помощью шерсти, с помощью валяния в такое изделие. Поэтому я это называю тоже своего рода живописью. То есть мы здесь работаем с цветом шелка, с цветом шерсти, иногда еще с цветом шелковых волокон. как, например, вот в этом шарфе. Не знаю, будет видно вам, хорошо будет видно или как, что здесь еще шелковые волокна, я их крашу вручную и добавляю их в шар. Вот самые главные секреты создания красоты. Продолжение следует... Продолжение следует...